Бизнес Верхневожи привлёк свыше 200 миллиардов рублей банковских кредитов. За 2023 год объём кредитования вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. С чем это связано, узнала наша съёмочная группа. Рост кредитования в том числе связан с увеличением потребности в оборотных средствах на фоне изменения схем расчётов с поставщиками и удлинением логистических цепочек. Основными получателями заёмных средств стали предприятия обрабатывающих отраслей, торговли и строительства. Значительный вклад в сложившуюся динамику внесли представители МСП. За прошедший год им предоставлено средств на сумму около 80 миллиардов рублей, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2022 году. Тверской бизнес демонстрирует большой спрос на заёмные средства. Если в целом посмотреть по Тверской области, наши предприниматели, то сумма всего кредитного портфеля составляет 191 миллиард рублей. Если мы посмотрим на индивидуальных предпринимателей, то сумма, которая выдана им, выросла в полтора раза по сравнению с 2022 годом. И на текущий момент, на начало 2024 года, составляет 5,5 миллиардов рублей. Отметим, что индикатор бизнес-климата в России в марте вырос до 10,6 пункта, что стало максимальным значением за последние 12 лет. ИБК рассчитывается Банком России. На основе результатов регулярных опросов российских предприятий нефинансового сектора экономики. В ходе опроса руководители предприятий дают качественную оценку текущих и ожидаемых изменений объёмов, производства, спроса цен и других индикаторов. Банк России на основе тех текущих и перспективных данных формирует денежно-кредитную политику, формирует прогноз по инфляции ожидаемой. И вообще формирует те действия, которые необходимо предпринять Банку России, чтобы посмотреть на производство, на экономику, которая будет сформирована в будущем, в развитии, в продолжении того, чтобы экономика работала. Рекордными в марте текущего года остаются и ожидания по будущим спросу и производству товаров и услуг. Большую поддержку компаниям оказывают льготные госпрограммы кредитования. Они позволили ряду предприятий провести замену оборудования, расширить своё производство, финансировать текущую деятельность, проводить импортозамещение.